Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. Как специалист в реконструктивно-пластической хирургии, я, наверное, больше слежу за новинками и достижениями в этом направлении. Собственно говоря, ими с вами и хотел бы поделиться. На MBM 2022 для меня стало открытием использования нашими коллегами из Института Герцена, Азизом Дельшодовичем, трансплантатов твердой мозговой оболочки, алломатериалов в качестве способа укрытия эндопротезов молочной железы. Это лично для меня открытие, определенное новшество, и надеюсь, что я его смогу взять на вооружение и использовать в своей практике в том числе. Для меня, конечно, самым большим изменением с момента проведения прошлой конференции Moscow Breast Meeting стало активное развитие реконструктивной хирургии, в частности, активное развитие лимфатической реконструктивной хирургии у пациентов, перенесших хирургические вмешательства по поводу лечения рака молочной железы. Большую роль в этом, конечно же, сыграло возвращение индоцианина зеленого на российский рынок и возможности приобретения новых устройств, которые стали доступны. Камеры, регистрирующие околоинфракрасное излучение и флуоресценцию индоцианина зеленого. Это большое направление, которое будет использоваться специалистами в реконструктивно-пластической хирургии. Для меня, как онколога, это очень важно, потому что это новые возможности для широкого внедрения и распространения методики биопсии сторожевых лимфатических узлов в России. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.